Первый всероссийский предпринимательский бизнес-форум в Соктевкаре – уникальная возможность не только заявить о себе, но и быстро реализовать совместные проекты. Об одном из которых, кстати, договорились прямо на сцене. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правительства Коми Алексей Старцев на открытии форума. Его организаторы получили более 500 заявок от бизнесменов нашей республики и других регионов страны. Лучшие из лучших определялись в финале национальной премии «Бизнес-успех» голосованием специального жюри и в интернете. Подробности у Максима Васильева. Вспомни о визитке и отдай ее в хорошие руки. Территория успеха для участников форума началась именно с таких вот мотиваторов. Предметное общение, приобретение новых знакомств – традиционно едва ли не главные ценности съезда предпринимателей. Впрочем, ярко заявить о себе, представляя проект, тоже еще надо постараться. В финале национальной премии «Бизнес-успех» это удалось, прямо скажем, далеко не всем, но и возможных победителей от шапкозакидательских настроений предостерегли. Представитель бизнес-школы «Сколково» Михаил Хамич придумал смешной хэштег и пожелал им не стать грантаежками. Проблема в том, что в какой-то момент некоторые предприниматели думают, такой грант хорошо дали на миллион, его можно долго проедать. А может другие гранты есть? И начинают ходить по конкурсам. И начинают забывать о бизнесе, потому что чем-то хорошо можно заниматься только одним. Нельзя думать-то и о грантах, и о том, и о другом. Поэтому гранты хороши, но в меру. Сумеет ли предприниматель вовремя остановиться, зависит от него. У меня есть примеры, когда компании просто закрывались, потому что они начинали заниматься только грантами и в ус не дули. Ну вот рассказывали два года одну и ту же историю, желательно плаксивую, социальную. Им все давали гранты, а потом хопа, бизнеса и не было. Если вы с нуля организуете предприятие, у вас нет каких-то стандартов, то, естественно, нужно самим продумывать вот эту организацию труда и уже описывать и внедрять. Совсем не думали о грантах и победах начинающих предпринимателей, получавших инструктаж в параллельной сессии. Картинки, стрелочки, схемы – это все так называемый бизнес-конструктор, цель которого в игровой форме – объяснить азы обустройства своего дела. Игра, она рассчитана не только на оптимизацию, но и на то, чтобы начать свое дело, то есть некий стартап. То есть с чего мы начнем, мы должны знать, как мы будем это делать. Цель мы поставили, а это больше средства, каким образом мы будем добиваться наших целей. Мы можем с помощью бизнес-конструктора провести аттестацию сотрудников, оценку персонала. С его же помощью мы можем обучить, адаптировать вновь прибывших к нам сотрудников. Федор Овчинников со своей уже международной сетью пиццерий, пожалуй, один из самых ярких и успешных региональных проектов, начинавшихся с нуля. Его историю организаторы форума приводили в пример молодым предпринимателям. Одна из стратегий развития – это ОДО, потому что ОДО – это способ сделать акции компаниями ликвидными и воздать возможность тем людям, которые нас когда-то поверили, заработать, в том числе сотрудникам, которые имеют и акции, и акционы. У республики Коми в предпринимательской среде свой особенный путь. Здесь доля торговли и услуг значительно больше производственной ниши. Широкая протяженность региона сильно затрудняет развитие потребкой операции. Впрочем, все минусы превратить в плюсы – задача вполне по силам и власти, и малому бизнесу. Я бы рекомендовал, конечно, изучить опыт, к примеру, Тюменской области. Там тоже была своя специфика, в основном сельское хозяйство и крупный бизнес. Но буквально за последние 7 лет они сумели очень сильно раскачать именно производственную тему. У них рост производства каждый год где-то идет 7-9% именно в производственном секторе. Мне кажется, вот тут, далеко не ходя, можно найти очень серьезные деньги. В основном это, конечно, ниши связаны с переработкой. Я вот приведу пример очень простой. Мы производим достаточно большое количество картофеля в республике Коми. При этом картофель у нас очень хорошего качества. И мы, к сожалению, сегодня не имеем предприятий, производства для переработки. Фактически мы продаем картофель без упаковки, в таком состоянии, мало привлекательно для потребителя. А простые абсолютно проекты, связанные с фасовкой, мойкой, где-то, может быть, чистой картофель, позволяют получить добавочную стоимость. Подведение итогов – дело всегда волнительное и щепетильное. В когорте лучших среди равных есть и фамилии из Коми. Например, безальщицы Светланы Туровой, победившей в номинации «Лучший женский проект» и получившей главный приз – «Золотой домкрат». Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрген, Сыктывкар.